На этот раз желающих получить символ элиты спецназа краповый берет 13 человек. Кто-то идет к этой цели не один год. Дорога к краповому берету трудна. Отжимания, приседания в полной экипировке, преодоление барьеров, лишь немногие испытания, которые предстоят бойцам. Сергей Черденцев, получивший заветный берет в прошлом году, вспоминает, как это было тяжело. Друг другу помогали, подсказывали, потому что спецназ это боевая единица. Они должны друг за другом стоять, помогать, выручать в каких-то моментах, а даже жертвуя с собой. Это лесная опушка, имитация поля боя. Здесь все, как в реальности, только патроны холостые. Дымовые шашки, чтобы дезориентировать в пространстве. До кульминации огненно-штурмовой полосы добежало меньше половины претендентов. Здесь важно не только преодолеть все препятствия на выносливость, но и прийти к финишу с рабочим оружием. Если дуло забито грязью и автомат не выстрелит, то бойца снимают со сдачи. С бойцом из Екатеринбурга так и случилось. Держался на этапах лидером, но все решил случай. Патрон не выстрелил. В итоге до последнего испытания рукопашного поединка дошли трое. Они в течение 12 минут противостояли на ринге спецназовцам, уже носящим краповый берет. Я чувствовал, конечно, боль в какой-то степени, но для меня это было не тяжело. В принципе, самое главное – это держаться и знать свою цель, и к ней идти просто. В поединке с мэтрами спецназа выстояли все трое. Для них эта мечта сбылась. Это все для меня. То есть я шел к этой цели. Это символ элиты, символ доблести и чести спецназа. Те же, кто не смог дойти до конца, признались, что обязательно будут сдавать на получение крапового берета в следующем году. Евгения Караксина, Михаила Ситров, телевизионная служба новостей.